Приветствую вас, и что можно вам посоветовать здесь? Ну, во-первых, как я понял, вы, не задавая ни одного вопроса в своем первоначальном письме и в своем дополнении, не задавая ни одного вопроса, вы, в принципе, в общем и целом, хотите, наверное, чтобы мы вам дали какую-то рекомендацию. Ага, ну, давайте мы разговариваем так. Вы спрашиваете, как объяснить, что мне эта ситуация не нравится? Ну, вы должны объяснять. И вы говорили, только молодого человека это не останавливает. Его не останавливает от того, чтобы делать то, что вам не нравится. Условно говоря, мужчины не воспринимают ваши слова всерьез. И с зловами здесь делу не помочь. Потому что, если мужчина не волнует то, что вам что-то не нравится, и то, что вас что-то не устраивает, то объяснить ему это, показать, что вам важно, не получится. Потому что человек отдает себе отсчет в том, что важно и что волнует любимого человека, только в том случае, если любимый человек волнует его достаточной для этого степени. То есть, ваш мужчина в идеале разделяет ваше представление о том, как и что должно происходить между двумя людьми. Поэтому именно объяснить у вас не получится. И дело здесь не в том, что вы не подберете слова нужные, а дело здесь в том, что мужчину это не волнует. По крайней мере, его не волнует. Это так, как волнует вас. И для того, чтобы донести до него, что вам реально это не нравится, чтобы он понял, что вы не принимаете его поведение. Ну, надо поступать по-другому. Ну, надо поступать не словами. Ну, надо переходить на язык, понятный мужчина. Это на язык действий. Но об этом чуть позже. Далее. Вы пишите, меня это цепляет? Ну, я так понимаю, что вы хотели один вопрос задать. Как объяснить мне эта ситуация не нравится? И что меня это цепляет? Ну, получилось как бы два вопроса. Да, я на всякий случай на него отвечу. Да, вас цепляет. Загляет и, видимо, задевает какие-то ваши внутренние струны, какие-то внутренние структуры. Причем задевает то, как правило, в чем вы не уверены в себе. То есть, смотрите, молодой человек с кем? Молодой человек с вами. Молодой человек живет с кем? Молодой человек живет с вами. Молодой человек что делает? Молодой человек общается с твоей бывшей девочкой. Молодой человек что, встречается с ней? Молодой человек, что, как-то реально проявляет к ней свою симпатию, это не очень понятно из вашего сообщения, но, как я понял, симпатия, если есть, то на очень таком маленьком уровне, и скорее это, как бы, ну, как, типа, бывшие знакомые, бывшие друзья там и так далее. То есть, обращать внимание на это можно, конечно, да, можно обращать внимание. Ну, а по большому счету, поведение вашего мужчины напоминает поведение ребенка, который хочет поиграть в какую-то игру, одному ему ведомую эту игру. И вы, ну, не знаю, осознанно или нет, скорее всего, не осознанно, вы принимаете эту игру. То есть, вы вступаете в нее, вы отвечаете ребенку на его игру, становитесь на один с ним уровень и вовлекаетесь в этот процесс. Почему вас это задевает, собственно говоря? Задеваетесь, что молодой человек не рассказал о вас. Задеваетесь, что молодой человек не сказал о том, что он в отношениях с вами. Ну, не сказал, да, поступил плохо. Значит, вы думаете как? Что вы недостаточно для него хороша, вы недостаточно его привлекаете, и вообще он вами не дорожит так сильно, как дорожите им вы. Но давайте предположим так, что вы его любите. У вас есть к нему именно любовь. И что же это значит? Наличие любви. А наличие любви, значит, как раз таки, что вы принимаете мужчину таким, как он есть. Вы желаете мужчине счастья, вы желаете мужчине всего самого лучшего, и вы хотите только того, чтобы у него все было хорошо. И это значит, при наличии такой вот любви, что вам по большому счету все равно с вами мужчина или не с вами. Главное, что вы хотите сделать его счастливым. Главное, что вы можете сделать его счастливым, и вы это делаете. Но у вас, да, все складывается совсем не так. Вы воспринимаете поведение мужчины, как угрозу себе. И это значит, что вам от него нужно что-то для себя. И вот это, как раз таки, как ни парадоксально, ни печально, вот это корень проблемы. Что вы хотите получить для себя от него? Что вы получаете от него для себя? Что вы можете потерять, если он от вас уйдет? Вот на эти вопросы я бы рекомендовал вам дать ответ. Потому что эти вопросы очень важны. Они помогут вам определить направление всего того, чего вы хотите от этих отношений. И они позволят вам отделить одни потребности от других. То есть, потребность для себя в чем-то. И потребность, собственно говоря, делать мужчину, например, счастливым. Это первое. Второе. Второе, что можно сказать. Вот еще раз. Вас задевает то, как мужчина себя ведет. Давайте подумаем. Какую часть вас, какую часть ваших отношений мужчина ставит под сомнение своим поведением. В чем вы начинаете сомневаться и почему? Понимаете, если вы не уверены в себе, мужчина это почувствует. И мужчина будет этим не то, чтобы пользоваться, но будет иметь в виду, что вы его ревнуете. Что вы все время проявляете к нему свои эмоции. Что вы в себе не уверены. Что вы будете держаться за него. Что вы будете постоянно проявлять какую-то реакцию, какую-то активность для того, чтобы его удержать. И все это, с одной стороны, дает мужчине понять, что вы им дорожите, и что вы вам дорого. А значит, можно самому делать меньше и меньше. А самому можно проявлять активность по отношению к вам меньше. А зачем, если вы на него держитесь всеми силами. А с другой стороны, вы укореняете в нем мысль об измене. То есть, что вы говорите ему. Вы ему говорите о том, что, собственно, он может вам изменить. И даже если он вам не собирался изменять, то благодаря такому общению, общению, благодаря такому поведению с вашими сторонами, идея об измене будет в нем крепиться, укрепляться. И даже если он изначально не хотел вам изменять, то вполне может к этому прийти. Ведь вы сами того, может быть, не желая, ему постоянно об этом напоминаете. И делаете вы это, к сожалению, из-за недостатка любви к себе. Казалось бы, ну, делает мужчина что-то, что вам не нравится. Если вас откровенно оскорбляет. Отметите, скажите. Либо ты перестаешь это делать, либо я, например, от тебя отдаляюсь, и, собственно, начинаю сомневаться в том, что ты меня любишь. Нет, ну, серьезно. Если мужчина заходит на страницу к своей бывшей девушке, если мужчина даже с ней переписывается, то, естественно, это неприятно для вас. И вполне нормально, что вы это можете не принимать. Но по каким причинам? Ведь одно и то же действие может быть продиктовано разными мотивами. У одного и того же действия могут быть разные стимулы. Так какой стимул у вас? Если вы сомневаетесь в себе, если вы боитесь чего-то, если вы боитесь потерять что-то для себя, то это одно. Тогда нужно, в первую очередь, реализовывать это. Реализовывать самостоятельно, чтобы не быть зависимым от мужчины. Если у вас, если вы независимы, но у вас просто моральные соображения, то есть, с точки зрения морали, для вас неприемлемо, когда человек так себя ведет. Ну вот, убеждение у вас такое. И это нормально. И вот тогда это убеждение необходимо донести до своего молодого человека. Ну как? Не словам. Словами здесь мало чем можно помочь. Я об этом сказал уже, мы сейчас читали. Дело заключается в другом. Дело заключается в том, что мужчине понятен язык действий. Об этом я тоже говорю. И вам необходимо дать ему действиями понять, что вы не собираетесь это терять. То есть, что вы будете отдаляться, начинать, что вы будете не меньше проводить времени, может быть, тоже будете общаться с другими мужчинами и так далее. Погоните ему, что вы не собираетесь гоняться со мужчиной, не собираетесь вымаливать, выпрашивать у него там чего-то для себя. И вот это позволит мужчине, во-первых, увидеть, что вы хотите. Увидеть ваши приоритеты, ваши цели. И, соответственно, проявить себя по отношению к этому. И какое будет проявление, от того, какое будет проявление, зависит ваше будущее отношение. Только так. В заключении, подведу небольшой итог. Вам нужно определить природу вашего ревности. очень важно, чтобы вы не волновались в себе, чтобы вы не волновались, чтобы вы не боялись что-то потерять. И, с другой стороны, не менее важно действовать в своих интересах. Не позволяя кому бы то ни было вредить им. Сейчас вы это делаете, а значит обесцениваете себя, а значит позволяете с тобой управлять. Вреднее это повысит уважение по отношению к вам, к натуральной мышцам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Продолжение следует...